приветствую всех на канале интервизоры со мной в студии владимир быстряков владимир здравствуйте вы большой музыкальный профессионал поэтому к вам первый вопрос с каким пианино лучше ходить на корпоративы понял это у нас и последняя веселая история нет не последний последний висела история про попавшие унитазы которые якобы спер янукович потом уже принял их за свои которые в свое время были у него конфиска золочный межегорье а вот это предпочтение или это последнее это последний нет предпочтение все-таки у нас каждый час новая ну давайте не будем делать вы меня для меня это лишний раз подтверждение того что человек который равна пианино своими заскать выступающим частями тела он не планировал идти в далеком или в недалеком будущей на этой должности вот это это для меня совершенно ясно потому что если человек себя так сказать планирует и позиционирует себя как будущего политика он не будет заниматься этими всеми делами ну вот для меня ясно что так сказать его выбрали назначили и под него сделали все под него за заточили нас всех как электорат такой вот благодарны тому что я представил себе если бы допустим в свое время березовский предоставил конъятуры не путина а допустим мистера бина а тот бы подтянул своих еще веселых товарищей в россии был бы точно такой же цирк как и у нас но как-то так-то немножко сообразили иначе все-таки знаете взяли даскать все-таки бывшего офицера разведки они шоумена а у нас такое у нас я но я считаю что это это нам это сказать знак свыше что господь построено все это решил если цирк значит его должен искать возглавлять человек близкий к этому всему делу вот мы так плавно перешли чтобы играть на фортепиано достоинством да да у нас сегодня годовщина революции достоинство достоинство но немножко не того достоинства поэтому как для вас эта дата поминут вы знаете для кого-то это дата памятна почему для тех кто был в деле и в доле конечно это памятная дата поножа с помощью ее они обогатились тоже гунтарева тут же порошенко допустим да тот же кличко это понятно что а с другой стороны знаете вот интересно если сейчас так сказать уже некоторые из авторов этой революции достоинства значит либо угодили уже за решетку тот же пашинский а некоторые вызываются на запросы как тут же порубей да то это лишний раз подчеркнут такую смехотворной ситуации при которой одни вроде празднуют как праздник да а авторы его значит начинают тихо готовится сушить сухари потому что им светит все-таки рано или поздно все-таки светит им скамеечка такая вот и нары он так говорить вот значит что касается тех людей которые считают что ребята давайте сцепим зубы давайте затянем пояса и прорвемся я хотел бы чтобы они взглянули на цифры которые у нас так сказать опубликованы цифры нашего зуба жизни так будем говорить а цифры конечно страшные потому что знаете в сотни сотни процентов возросли все вот эти самые показатели падения нашей жизни я когда посмотрю просто мне настроение испортилось на весь день и а тут еще иногда подбрасывают соцсети значит эти самые тарифы советские и понимаете конечно это уже становится еще больше я понимаю прекрасно на что было рассчитано вот это самое знаете все это революция достоинства и их идеология на то чтобы так сказать воспитать поколение которое не знало всех этих ужасов в кавычках до советского строя когда была медицина бесплатная когда копейки платили там за тот газ за светом 15 копеек чтобы рубль платили в месяц понимаете и это помню только старики и понятно что идеологи так сказать сегодняшние таскать нашей украины они рассчитаны что старики скоро помрут как по вы так сказать как свидетели того безобразия которое творилось когда билетом тоже искусствовал 7 рублей она на самолете 15 рублей вот и да я понимаю что не пускали за границу до за машиной стояли всю жизнь в очереди это все это все понятно что это тот строй не идеальный был далеко не идеальный был больше того это был строй который воспитывал посредственников будем так говорить да потому что высунуться и заработать кому-то давалось с трудом сразу нужно было кучу брать справок на совместительность что-то еще и и таких вот называли приблизительным словом зарабить они но тем не менее не было бомжей такого количества не вот такого количества нищих вот но а у нас защитники вот это вот так сказать сегодняшнего порядка вреза то видите сколько у нас машин валом сколько у нас так сказать все дорогих машин в киеве они забывают то что киев это не украина как и москва собственно не россия у нас такое сейчас сейчас система уже мегаполисов которые поглощают весь так сказать всю страну и понятно что сейчас и цены выросли на жилье прошли народ хлынул в крупные города потому что работы нет на местах понимаете заводы поразбивали все по распиливали все по продавали по развора и я не знаю вот как вот ну что говорят вот эти самые даже защитники особенно особенно рьяна сведом и в ответ на вот это то что сами же все всю свою промышленность угробили угробили рынки угробили связи с проклятой москвой и тем не менее все это осталось какие-то вещи потому что москва занимает одно из самых ведущих мест у нас по импорту по экспорту сюда и по инвестициям понимаете а вот все остальное но говорят хорошо мотор сич допустим на самом деле это так давно уже купили вывезли россияне на сейчас идет разговор о том что значит кому я продать или там штатам продать остатки или продать китаю знаете сейчас мы наблюдаем такой веселый по моему последний день помпеи работы карла брюлова понимаете когда часть народу сидит добухалась говорится и смотрит с восторгом ночую с гибельным восторгом пропадаю вот это точно сказал высоцкий вот в отношении этой ситуации и что тут праздновать что-то просто не за но может быть это все такое с праздник мазохизма понимаете канал пришедшая сегодня власть такая занимается всякой ерундой то на самокатах раскатывает окается нелюбовниц вызывают под под стены рады то занимается мастурбацией то ну кто чем понимаете кто нашу таскать учили педофилию учился да но педофилия тоже сейчас идет кого-то протасели через постель нашли чем удивить шоу-бизнесе говорится всех протаскиваю через постель потому что так сказать это самый верный кастинг будем так говорить понимаете которые верности до подкреплён уже сближением тел телу да вот так что вечер я сегодня ехал по киеву особенно так сказать празднования я не видел и вряд ли будет этот праздник но зато раскапывать весело склоны депраку это там очередой вы сказали праздник это таки праздник но вы знаете если допустим ветрович устроил по поводу по моему там то ли голодомора значит банкет на 500 миллионов гривит вот наверно не как-то втихаря считает что это праздник потому что он их вывел из грязи в князи кто его раньше знал а теперь начинается там целые против него эти самые судебные тяжбы там брать его не брать в парламент и так далее знаете на самом деле это фигуры такие постыдные для нашей истории и мы тогда они когда-нибудь будем говорить с таким легким отвращением потому что это все лица которые как могли вбивали клин в обществе и чем дальше эти вот этот клин сбивается все глубже и глубже потому что часть народа видит насколько мы сейчас так сказать падаем в пропасть а часть народа считает с гордостью что говорится несмотря на все мы сожмем зубы затянем пояса и все-таки будем двигаться к победе причем непонятно какой какой победа чем и над кем на над разумом это ясно но откуда брать ресурсы когда у них спросишь они говорят возьмем под возьмемся вы возьмем наверное после как они возьмут москву нижний новгород ленинград и урал вот и я не там так сказать оттуда и возьмут ресурсы но это конечно все так смешно если бы не было так грустно вот смотрите мы когда говорили про донбасс и говорим постоянно про донбасс говорят там новое поколение выросло пять лет новое поколение у нас уже шесть лет вот от момента когда мы начали создавать гидность достоинство и все остальное вы почувствовали что за это время поколение поменялось как-то вот здесь хотя бы в киеве понимаете смотрите поколение начало меняться еще с 91 года с тех пор как вы берете сейчас я расскажу сейчас сегодня 28 29 лет это уже нормальные так сказать зрелые и казалось бы адекватные люди после объявления независимость сразу грантаеды здесь появились и начали доски в области идеологии свою работу все эти киево-могилянки все эти академики так сказать с бритыми затылками инковидистов которые занимались искать нерентабельной отраслью экономики нашей такой как идеологии они свое дело делали до плюс там дядя сорос подключился с их то сказать он же кстати заявил недавно что украина это его самый удачный проект понимаете вроде случайно но тем не менее и вот сейчас когда так сказать это поколение уже выросла окрепла плечо нащи крепла но в своей русофобии своей таскать не любви и она конечно понимает прекрасно что значит все наше воровство все наши даскать коррупция это тянется из москвы понятно что это путин курица отец нашей родной коррупции только непонятно почему на этом гонтаре он наживалась понимаете тот же ясенюк но тем не менее в акрине окрепших молодых таскать умах и вот это собственно является сегодня основной платформой для вот этой самой идеологии к которой кольца напрочь отрицает то что было советский сузлих это совок меня они тоже называют апологетом совкашу а сами там вышившись у советскому союзе они так говорят потому что это очень хорошо это очень выгодно говорить о том что улице все это доскать и было с отрицательным знаком и что люди которые помнят об этом всем это люди будут говорить такой вражеской идеологии ну что же делать но знаете жизнь покажет знаете есть вот будем говорить три течения что ли сегодняшний бы говорить истории одно течение это которая направляется допустим хорошо допустим с москвы предположим до такое второе течение это который направляется с запада и она значительно ослабела час и ослабевать это второе течение до так называемой проукраинской антонах èт про российская это про московской ночище оно до течения которых называется движениями господа бога потому что эти процессы которые происходят независимо от того что мы хотим того мы хотим всего мы делаем это но тем не менее вот украину как сливают в унитаз вот оттуда сверху сливают унитаз для того чтобы что-то поняли я тоже мы к чему-то пришли к тому пришли что нас прилично зазомбировали что нас нам прилично промыли мозги и самое главное что это оказывается кому-то все нужно нужно тем кто сейчас полном шоколаде несмотря на то что доской цены растут цены растут жутко совершенно для этого знаете вот у меня есть такой знакомый хороший виктор скоршевский вот достаточно будет зайти на страницу него там масса статистики масса просто цифры это упрямая вещь вы просто зайдите к нему на фейсбук или там где-то где у него есть страницы и посмотрите пожалуйста насколько мы упали по сравнению даже с этими сами страшными временами януковича то есть у нас падение было еще заложено так сказать как только начали пилить флот это еще при кровчуге потом начали доска пилить экономику это уже было при при кучме но последние вот эти шесть лет которые были это падение она ускорилась фразы и мы сейчас еще продав землю все остальное там железные дорогие порты мы сейчас окажемся с голой дупы алленезалежные и будем греться очевидно тем больше будем скакать на майдане с одной только целью согреться понимаете не столько на сказать убедить москалей что значит говорится москаляку на геляку с той целью чтобы мы согрелись потому что греться будет нечем понимаете я прекрасно понимаю почему наши не хотят допустим подписывать договор с россией на это самый по газу на на год они хотят на 10 лет для того чтобы взять россию на короткий поводок случае чего сразу бах сухольский арбитраж и сотов видите нарушение она от они не хотят уже даже на год есть условия от россии будут другие цифры немножко но смотрите сегодня прочитал что россия договорилась молдавии на поставку газа на несколько 170 то ли один то ли 179 долларов это вообще это ребята это просто радость какая с молдавии из какой-то которая россии менее интересно допустим дачам допустим тоже украина на менее зависит от этих всех процессов она где-то стоит с краю но тем не менее вот вам и все лукашенко имеет к лица себе вот эти самые бонусы и и в ус не и в лос не дует ну вот а мы изображаем себя гордых шляхтищей понимаете которые считают что мы говорится победим что мы будем ожидать это сжиженный газ из америки понимаете он же дороже и гораздо в разы дороже но тем не менее значит у нас задача если мы соскочим с газовой таскать иглы от россии мы тут будем праздновать победу шо вам сказать ну вот вы вспомнили молдавию через молдавию не лежит труба газовая в европу она лежит через настроен да соответственно другие условия в любом случае другие условия и как вы сказали по поводу года там тоже опять-таки нужно отказываться от трех миллиардов смотрите что получается значит наши держат дулю в кармане вот виде чего они по моему закачали здесь в хранилище газа который ну хватит на год да и теперь они тоже разыграют у себя незалежных так сказать и смотрят с победным видом на москву потому что значит за год или или шаг умрет или попугай сдохнет или шаг сдохнет да как говорится все может произойти за а что у нас будет происходить собственно говоря вот если так немножко проанализировать нынешнюю ситуацию зеленский находится сейчас в таком состоянии нервное истощение это не не секрет и может быть даже подумывает об отставке по состоянию здоровья для него на мой взгляд это было бы лучшим выходом из ситуации а не затягивать себе на шее петлю он говорит о том что неплохо бы поменять нынешний состав верховной рады и уже поговорить о том что будут внеплановые выборы в раду где-то в начале весны потому как потому когда вот это самое монолитное слова народа которая пришла оказалась вовсе не монолитной а частью продажная частью непонятно с какими судимостями непогашенными а часть непонятно откуда они взялись а часть непонятно как они перебулись и злейших врагов зеленского гроза злейших друзей зеленского понимаете то есть это табор набрали а что с ним делать они не понимают потому что там уже говорится уже пошли и я собственно говоря об этом говорил раньше что там будут вливание денежные появятся стипендии непонятно правда откуда вот так не понятно понятно ну типа да ну типа непонятно но марсиане наверно прислали на карточку деньги там в ряда ста тысяч доходила и сама зеленый я вообще думаю все как шикарно устроились американцы ребята они понимаете печатают бесконтрольно эти бабки разбрасывают по миру весь мир их жадно хватает понятия на я поняшу брикс против этого так сказать сейчас говорится как-то начинает бороться да потому что хотят перейти на национальные валюты при расчете вот и америка это жутко не нравится ну так как это контора не по резервной федеральной резервной системы вроде бы не за все печатает вот попробовали бы мы так напечатать до завтра бы на десяток яиц на на рынке стоил бы 100 тысяч гривен да это мы так сказать копируем в чем-то америку он так в таких осторожных масштабах а сейчас когда придет время говорится платить по этим облигациям по 15 процентов понимаете и доллар знаете сколько будет доллар будет в лучшем случае гривен 40 я думаю это сейчас он начал прогноз 50 говорят по 50 ведения еще доска в такой достаточно долг скромничать и не мог всегда смотреть ну что сейчас получается от такая одновременно штука ужасно совершенно с одной стороны вымываются доллары которые хранятся у людей на это тоже рассчитывают такие вот дяди которые сверху сидят с одной стороны дальше цены поднимаются до доллар вроде выпадает но мы же знаем что с этим падением последует так сказать повышение и мы так сказать изо всех сил пытаемся эти как-то доллары а зарплаты тоже не растут понимаете зарплата тоже не растут обещанных этих тысячи гривневых с лауреатом сталинской премии вернадским тоже пока где-то выпустили не выпустили я не знаю хотели вроде забы запустить уже но их запустили на живу массовым врачи ну кто-то говорит что сейчас хотят из бернадского понятна шухевича на кого из или на ветрович я понимаю не каждый будет иметь эти деньги да да далеко но их их легче считать вот шинковать тем кто сидит сверху понимаете все таки да ну вот такие вот дела так что но нам остается улыбаться смеяться над этим всем конечно иронизировать потому что еще не хватает чтобы над этим грустили у нас есть масса вещей таких позитивных понимаете да наши дети во первых которые таскать шикарно совершенно первый кто в студии говорит о том что у нас есть что-то позитивное у нас все постоянно хоронят все ну нельзя хранить в охранах тоже хорошего первых музыкой на хорошо играет раз во вторых можно хорошо всегда быстро можно хорошо вмазать пойти на поминках часто на халяву и на такие халявщики профессиональные ты думаешь а кто что сидит со стороны жениха невесты или покойного подбойте вот их но есть такие вот такая есть профессия в них халявщики вот так что и похоронах тоже есть а потом если тебе дали народного так тебе обеспечена центральная аллея на байка он да тоже хорошо будет для жены для всего годом водить экскурсии будут говорить вот здесь лежит однородное непонятно за что ему правда дали но лежит но дело не в этом но сейчас есть понимаете можно от жены своей получать удовольствием получать удовольствие от детей я могу рассказать так сказать совершенно не формате до передачи случае вот который произошел буквально несколько дней назад у меня есть такой приятель андрюша иванов мы его всей так сказать всем миром вытязка вытаскивали четвертой стадии онкозаболевания там уже были метастазы и все вытащили чудом каким-то наверно потому что он все-таки положительный хлопец и он верующий и вот вера его вытащила как-то и в то что у него основная так сказать метода жизни это он хочет стать богатым чтобы помогать другим вот очень хорошая таска и такая тенденция и хороший фундамент для жизни так вот зачем музыкантом и композитор и он говорит так и так говорит можно я в эту улицу привлечу на концерт с моей группы пире авра конечно давай бери у нее есть свободное время все прочее начнем из балом своим десятилетиям сашка уехали на это самые уехали на репетицию в другое место совершенно звонить тёщи тёщи значит который наши знать лет было же меня к саше звонит и это где мама но она говорит уехала взять с дядей андреем а то говорит а папа я подсказываю а папа подал на развод с трубку сразу бах и начали наяривать знать жене который за ехала с андрюша на репетицию а также на репетиции не берет трубку потому что же не заняты полчаса не звонит все прочее где-то я с андреем ну то посидела сразу ну как репетируем ночь любви песни у него такая один к одному все идет ночь любви тёщи повесила трубку сразу с работы смоталась домой но пауза на себя разваливается но такая история так что байки они рождаются рядом с нами ну как тут не улыбнуться скажите ребята понимаете ваш если мы будем зацикливаться на всех этих гондарев я ценюков и прочего кажется мразь то в себе жизнь сократим правда или нет так что надо заканчивать все на хорошие веселые такой ночи тем более что сегодня будет нора президент поздравлять всех с праздником революции видно с утра это делает делает с утра я не а сбрил унитазов нет но корыто забрали корыто привезли это все-таки половина нашего состава военно-морских сил и вы знаете что хочу сказать что вот тоже вот как такой вот какой-то маленький вот я везде вижу маленькие такие тайные знаки судьбы не зря вот среди встречающих была корреспондент как рад который упала в яму и к сожалению сломала то ли ногу то ли руку вот такой вот как при порошенко падали в обморок то солдаты то священники то лоток загорелся там во время этого томаса термоса то и здесь самое поймете я в этом вижу какое-то все-таки знамение не совсем хорошие так что в принципе я хотел бы пожелать нашему президенту здоровья уже выглядит он не особенно хорошо вот а нужно визит искать везде искать какие-то положительные позитивные момент много занят азов но вернули нормально ребята вперед я думаю что на этой положительной ноте нужно заканчивать нашу программу потому что это впервые повторяют за долгое время когда хоть кто-то заканчивает ее положительно все хоронят владимир быстраков был с нами в студии друзья спасибо за внимание увидимся